В Новом Завете мир разделен на две группы людей, евреи и все остальные, а всех остальных называют язычниками. Мы используем этот фильтр, чтобы понять природу Бога, который исполняет свои обещания. Я хочу начать с римлянам 1 главы 16 стиха. Павел пишет «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Это удивительное заявление. Евангелие — это сила Божия ко спасению всех. Никто не является исключением. Человеческая история полна примеров, когда мы отделяли себя от других — поэтносу, расе, национальности, IQ, росту. Мы отделяем себя на основании признаков, которые, как нам кажется, дают нам преимущество. Ну, подножие креста, двери в Царство Божие открыты для каждого, кто поверит. Вопрос не в вашем IQ, деньгах на счету или отсутствии их. Если вы верите, то можете стать частью Вечного Царства. Это сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Еллину. Многие не обращают внимания на эту фразу, но я верю, что в ней скрыто откровение о том, как Бог ведет себя с потомками Адама на земле. Сначала с иудеями, а потом с язычниками. Сначала с евреями, потом с остальными. Мы можем уделить несколько недель рассмотрению этой фразы. Родители впервые повезли меня в Израиль, когда я был в шестом классе. После этого я много раз бывал там, учился в еврейском университете Иерусалим. Несколько десятилетий назад в мире была проблема, которую считали исключительно еврейской. Я имею в виду террор. Мир наивно полагал, что террор — это израильская проблема, которая связана с их политикой. Мир считал, что проблемы на улицах и семьях были исключительно израильскими. И поэтому мы не хотели ехать туда, ведь там были теракты. Сперва иудеям, а потом язычникам. Сейчас же террор не является проблемой только Израиля. На самом деле там весьма редко случаются терроры. А вот Европа страдает от этого. В США за последние 10 лет было больше терактов, чем в Израиле. Сперва иудеям, а потом язычникам. Есть и более позитивные примеры. Вы все слышали о Нобелевской премии. Ее начали вручать в начале 20-го столицы. Эти премии вручили 890 лауреатам. А знаете ли вы, что более 200 лауреатов были евреями? Из этого числа 200 евреев. Сперва иудею, потом язычнику. Это Божие откровения о том, как он будет работать среди людей. Это аномалия. Евреи составляют меньше 0,02% населения мира. Но у них на 11 тысяч процентов больше Нобелевских премий, чем у других. Сперва иудею, а затем язычнику. Если мы упустим этот момент, то можем упустить свое место в Божьем плане. Бог избрал иудеев для уникальной цели. Бог выбрал их. Если вам это не нравится, можете пожаловаться ему. Он не проводил голосование, не узнавал мнения публики. Бог выбрал иудеев для уникальной цели. В Евангелии от Иоанна 4 главе 22 стихе говорится «Вы, Самарине, а мы знаем». Обратите внимание на то, что Иисус отождествлял себя с иудеями. Сегодня одесную Творца сидит человек Иисус Христос, иудейский раввин. Он сказал «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Спасение всего человечества пришло от иудеев. В послании к римлянам сказано, что мы с вами в долгу перед иудеями, потому что благодаря им у нас есть Писание, Пророки, Закон и Мессия. Через них искупительные цели Божии стали видны всему человечеству. Бог выбрал иудеев для уникальной цели. В исходе 19 главе Бог дает Моисею послание, которое тот должен передать еврейским рабам. Он говорит «Если будете повиноваться Мне и соблюдать Мой завет, то будете Моим сокровищем среди народов. Ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Это самое невероятное заявление. Мы видим группу людей, которая на протяжении сотен лет была в рабстве. Но Бог говорит «Я сделаю из вас святой народ». Они никогда не были народом. Не занимали места на земле, которое считали своим. Их идентичность была связана с египетским рабством и обещанием, которое Бог дал им. Бог сказал «А вы будете у Меня царством священников и народом святым». Стоит отметить, что Он не спрашивал их мнения, евреи не голосовали, они не говорили «Мы выбираем Бога». Это Бог сказал «Я выбираю вас». Знаете ли вы, что Бог выбрал вас? Это важная идея, которую стоит запомнить. Не каждый, кто вышел из египетского рабства, дошел до земли обетованной. Многие из них не дошли до конца пути. И тот факт, что Бог выбрал вас, это не конец истории. Мы с вами должны выбрать Бога. Мы говорим о людях веры. И просто встречи с Богом недостаточно. Мы должны постоянно выбирать Господа. Бог выбрал евреев для уникальной цели. Он дал им обетование и план. Я хочу, чтобы вы увидели широкий контекст священного Писания. Уже несколько лет мы читаем Библию вместе каждый день. Достаточно уделять 15 минут в день, чтобы прочитать Библию за год. Я хочу, чтобы вы представили временную шкалу на сцене. Я начну сначала, но не с самого, пожалуй. Я начну с 12 главы Бутия, потому что в этом месте история Библии меняется. Первые 11 глав Библии говорят о больших идеях, вселенских темах, сотворении, потопе, Вавилонской башне. Но в 12 главе Бутия все меняется. Бог обращается к человеку по имени Авраам. Он говорит, если ты оставишь свой дом и пойдешь за мною, я сделаю из тебя народ. Я дам участок земли тебе и твоим потомкам навеки. А твоих потомков будет столько же, сколько звезд на небе. Это невероятное обетование, и Авраам принимает его. И далее книга Бутия рассказывает об этом. Последняя глава Бутия, 50-е, говорит о том, что большая семья Авраама переезжает в Египет. На Ближнем Востоке начался голод из-за засухи. Они переезжают в Египет, потому что там есть источники воды и еды. Вторая книга Библии. Знаете, какая? Это не вопрос с подвохом. Это исход. Вы должны знать вторую. С восьмой могут быть проблемы. Но вторая книга — это исход. Народ Божий уходит из Египта. Бог выбирает нового лидера Моисея. У них была небольшая неурядица с фараоном. Думаю, вы знаете эту историю. В итоге египтяне отпустили рабов-евреев. Бог сказал, «Я поведу вас в землю, в которой течет молоко и мед». Моисей и народ прошли через Красное море. Вы знаете, что каждый день Бог кормил их манной, давал воду из скалы. Среди них не было больных? Их одежда не изнашивалась. Они пришли к реке Иордан и были готовы войти в свое наследие, в Божие обетования. Если вернуться к исходу третьей главе, то Бог сказал Моисею, «Я выведу их из Египта в землю, где течет молоко и мед». Когда Бог избавляет нас от чего-то, то делает это, чтобы ввести во что-то. Это важный принцип Писания. Сперва еврею, а потом язычнику. Когда большинство увидели землю обетованную, то сказали, «Нет, мы не сможем. Это удивительное и богатое место. Но города укреплены, а люди сильны. Они лучше защищаются, чем мы атакуем. Поэтому мы останемся здесь». Сказано, что Бог разозлился на них. Мы считаем, что вера — это нейтральное положение. Мы можем верить, а можем не верить, разницы-то нет. Но Бог разозлился на них. Когда Бог освобождает вас от чего-то, то для того, чтобы привести вас к чему-то лучшему, ради его целей. Бог избавляет нас от чего-то, чтобы мы могли идти своим путем, делая, что мы хотим. Если вы не собираетесь почитать Бога, чтобы освободиться от чего-то, то, наверное, не стоит молиться об освобождении. Они сказали, «Нет». Эти люди 40 лет бродили по кругу. Бог поднял нового лидера. Для следующего поколения Иисуса на вина. И они начали завоевание земли. Первым городом был Иерихон. Большие стены. Историю, надеюсь, помнится. Мы учили песню в воскресной школе сто лет назад. Они обошли Иерихон семь раз, и стены упали. Так началось завоевание. Манна исчезла, обеспечение прекратилось. Они вошли в свое наследие. Это было Божие обетование им. Но им пришлось пройти через битвы. Им пришлось научиться новым стратегиям. Появились новые уязвимые места, риски, опасности. Божьи обетования были верны, но Он не послал Свой народ в путь, чтобы они просто получили то, что Он приготовил. Им пришлось действовать. И Божьи обетования не придут к нам, если мы при этом будем просто пассивны. Пожалуйста, запомните это. Мы больше не захватываем укрепленные города, но в Новом Завете, в Ефесе нам сказано, что мы боремся не с кровью и плотью, а с властями и духовными силами тьмы. Ваши благословения от Бога, ваше наследие, ваши обетования придут в вашу жизнь, если вы вступите в бой. Они заняли землю обетованную, и 400 лет они процветали там, без общего правительства, столицы и царя. Бог был их царем. 12 колен строили отношения на семейных ценностях. Колена были главной формой организации. И когда возникала угроза, Бог поднимал лидера. Они организовывали народ. Мы читаем об этом в книге Судей. Вы знаете некоторых судей. Самсон, Гедеон, Девора. Удивительные люди, которых использовал Бог. Последним судьей был Самуил. Лидеры колен пришли к нему и сказали, «Нам не нравится эта система». «Как так? Вы же процветали в ней на протяжении 400 лет». За 400 лет много случилось. Нашей стране чуть больше 200 лет, но мы многое пережили за это время, не так ли? А тут 400 лет. Нам не нравится больше эта система. Мы хотим царя. Самуил говорит им, «Царь будет брать с ваших детей войско и брать с вас налоги, а потом может и увезти вас от Бога». Мы хотим быть, как другие народы. Дай нам царя. Не думаю, что они уникальны. Сначала иудею, а потом язычнику. Как часто мы смотрим на людей, которые не почитают Бога, и говорим себе, «У них дела лучше, чем у меня. Берегите свое сердце». Когда вы смотрите на кого-то, кто не почитает Господа, и хотите быть похожими на Него, пойдите к человеку, которому вы доверяете, и скажите, «Я в опасном положении, помоги мне». Не ищите кого-то, кто согласится с вами. Мы хотим царя. И Бог дал им царя. Он выбрал для них первых двух царей. В Израиле воцарилась монархия, и она просуществовала до самого конца. Ветхий Завет наполнен пророками, чьи имена мы не всегда можем произнести. Эти пророки обращались к людям, находившимся под властью царей. В Израиле началась гражданская война. Страна разделилась. Северная часть стала Израилем. Ее столицей стала Самария, а южная — Иудея со столицей Иерусалимом. Пророки обращались к этим двум странам. Это может запутать вас, если вы не знаете истории. Пророки ясно говорили, «Если не обратите сердце к Господу, то потеряете свое наследие». Вы не можете жить здесь и бунтовать. Исайя — один из таких пророков. Он говорит, у вас будут неприятности, если вы не обратите свое сердце к Господу. Ваше поведение никого не обманет. Бог придет за вами. Это послание также важно и для церкви. Мы можем сидеть в церкви несколько минут на выходных, поступать нечестиво и считать себя хорошими людьми. Я вас не критикую. Я верю, что наша страна пережила благословение Божие. Свобода, возможность, избыток. У наших детей есть школы, больницы и будущее. Мы думаем, что достигли это своей идеологией или еще чем-то. Всемогущий Бог благословил нас. В 587 году до Рождества вавилонская армия перешла пустыню и осадила Иерусалим. Они уничтожили город, разрушили стены и храм. Они убили большую часть населения, а лучших забрали в Вавилон. Это было первое еврейское гетто. И тут мы узнаем новый принцип божьих обетований. Дисциплина — это часть пути. Последним пророком в Иерусалиме был и Еремия. Он говорил, вы уйдете в Вавилон, но вернетесь через 70 лет. Ему узнали еще нечто о Боге и его обетованиях. Из-за бунта и нечестия он наказывает, но он также восстанавливает. Он вернул евреев назад. Иерусалим восстановили, построили второй храм. А когда начинается Новый Завет, мы видим, что евреи живут в земле, которую Бог обещал. Они все еще там. И все еще есть храм. Их оккупировали римляне, но пришел Мессия Иисус. Это откровение о Царстве Божием, а не новое послание. Он сказал, я не пришел, чтобы нарушить закон, но исполнить его. Он не пришел, чтобы создать нечто новое. Он пришел довести начатое до конца. Когда Иисус посмотрел на Иерусалим с Елеонской горы, то заплакал. Если бы ты знал, что принесет тебе мир, но ты не признал его. Теперь твои враги разрушат тебя, а головы твоих детей разобьют о камне города. И через 40 лет после того, как Иисус вознесся, римляне выступили против Иерусалима и взяли его в осаду. Они покорили его голодом. Даже сегодня вы можете увидеть остатки земляных осадных рвов у стен города. Храм был разрушен. Историки говорят, что на арабских рынках Рима было множество иудеев. Это было ужасное время. С 70-го года по 1947-й. У евреев не было своей земли. Они были рассеяны по всем краям земли. В 48-м, благодаря череде невероятных событий, родился современный Израиль. Бог начал собирать евреев со всей земли. Мы вошли в новый сезон. В Писании есть сезоны, которые связаны с целями Божьими. Я верю, что мы вошли в финальный сезон этого века. Мы обсудим цели этого сезона в другое время. Хочу дать вам два стиха об этом сезоне. В Луке, 21-й главе сказано, «Падут от острия меча евреи и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». С 70-го до 1967-го Иерусалим находился под властью языческих правителей, властей и империй. Но в 67-м что-то произошло. Началась шестидневная война. Израильские парашютисты прошли через львиные врата. Это элита АОИ. Многие из них проходили со слезами на глазах. Еврейские солдаты вернули себе Иерусалим. Они освободили его. Бог сказал, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончится время язычников. Христианство было еврейской инициативой. Христианство и иудаизм — это не разные вещи. Это не две разные идеи. Они идут вместе. Христианство началось как еврейская инициатива. Первые верующие были иудеями. Первые ученики и апостолы были иудеями. Наш Мессия — иудей. Первые церкви были иудейскими. Послание Христа начало распространяться по Римской империи через синагоги и еврейские общины. Сначала иудеям, а затем язычникам. Вскоре после этого язычники вошли в лидерский состав движения Иисуса. Мы видим эту проблему уже в послании к кремлинам. Павел говорит о ней в последних главах. И на протяжении двух тысяч лет лидерство движения Иисуса было в руках язычников. Но Бог говорит, что этот сезон закончится. Есть еще одно обетование. Иезекииля, 36 глава. «Бог говорит, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». В 25 стихе мы видим, «Я окроплю вас чистой водой. Я соберу вас, пока у вас еще будут проблемы». Это и наша история. Бог призывает нас, когда наши жизни в ужасном состоянии. Это реальность. Мы проходим процесс. В этом нет ничего нового. Бог сказал евреям, что в конце времен он соберет их из народов и окропит их чистой водой. И это происходит сейчас. Когда я только начинал ездить в Израиль, то там было тяжело найти верующего иудея. Они не были открыты. На самом деле была вражда между евреями и христианским миром. Величайшими гонителями евреев были не нацисты, мусульмане или коммунисты. Ни у кого нет сомнений в том, что это была христианская церковь. Мы были источником ненависти к иудеям. Большинство христиан не знает об этом, но иудеи знают. Но Бог начал делать что-то. В последние годы по всему Израилю все больше людей отдают свои сердца Господу Иисусу. Они больше не скрываются. Они открыто говорят, «Я верю в то, что Иисус Мессия». Они собираются группами в небольших общинах. Пока что это движение не стало массовым, но десятки и сотни людей каются. Куда бы вы ни поехали сегодня в Израиль, вы найдете верующих. Сначала иудею, а потом язычнику. Я верю, что в конце этого века верующие евреи изменят землю с помощью Евангелия Иисуса Христа. Я люблю своих еврейских друзей. Они любят рассказывать об известных персонажах Библии. Иеремия, Исаия. Но они не говорят о них, как о туманных личностях прошлого. Они говорят о них, как о своих одноклассниках. Израилю еще предстоит столкнуться с вызовами. Но как Бог собирает людей в Израиль, открывая им себя, так Он призывает людей из всех народов и племен. Он работает в языческом мире. Я верю, что как это происходит в Израиле, так это будет и происходить в других народах мира. Бог снова начал призывать к себе людей. А знаете, движения обновления не начинались в церквях. Обычно они начинались за пределами церквей, потому что церкви так привыкли к своим рутинам и обычаям, что им тяжело услышать что-то. А когда Бог дает новый огонь, они ощущают запах дыма и идут на него. Но я не хочу упустить то, что делает Бог. Он призывает людей к себе из всех сфер общества, а затем Он начнет очищать нас. Писание говорит, что если мы будем и дальше ходить во свете и общение с Иисусом, то кровь Иисуса будет очищать нас от всякого греха. Но нам нужно постоянно омываться, чтобы быть готовыми. Я вырос в Теннесси. Там много камней. Мы умеем выращивать камни, но моему отцу не нравились камни. Не знаю почему. Наверное, все дело в его детстве. Надеюсь, он разберется с этим. Но он брал меня с братьями и посылал убирать камни. А затем генерал приходил с проверкой. Но я понял, что через 6-8 недель камни появлялись снова. Похоже, что в Теннесси от дождя вырастают камни, и этого никак не избежать. Это как мыть ее рук. Кто из вас мыл руки вчера? Вы можете отмыть их так, что хоть операцию ими делай. Но если вы выйдете на улицу, вам нужно снова мыть руки. Я ведь прав? Потому что наберете грязи. И то же самое касается веры. Вы можете быть в лучшем месте с Господом. Но если вы выйдете, вам будет тяжело просто уехать отсюда с радостью от Господа. Ведь есть пробки, люди, дети на парковке. «Чьи это дети и где вообще мои?» Мы должны быть готовы к тому, что Бог приготовил для нас. Мы должны быть готовы. Я подготовил для вас молитву. В ней мы признаем то, что нам нужна Божья помощь. В ней есть приглашение от Духа Святого, чтобы Он действовал в моей жизни. И в ней также есть провозглашение о том, что я постараюсь для Бога. Давайте повторим эту молитву вместе. Надеюсь, вы готовы. Давайте прочитаем ее вместе с вами. Отец Небесный, я каюсь в своем сердце. Прости меня за упрямый отказ сотрудничать с тобой. Я отворачиваюсь от всякого нечестия. Исследуй меня и помоги мне узнать мое сердце, чтобы я был угоден в твоих глазах. Я хочу служить тебе всем своим сердцем, разумом, душой и телом. Я прощаю всех во всем. Я освобождаю их от оков моего непрощения и гнева. Никто ничего мне не должен. Кровью Иисуса я освобожден от всякого греха. Аминь. Будьте благословенны. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok